Сегодня мы будем говорить, напомним нам про имам Малик, Малик и бин Анас. Если смотреть по истории, первый Мадхаб был Абу Ханифа , после него был имам Малик, после него был имам Шафи, после него был имам четвертый Ахмад бин Хамбал. Имам Малик, его звали Абу Абдуллах Кунья, то есть так же, как и имам Ахмада бин Хамбаля. Он тоже был Абу Абдуллах, отец Абдуллы, то есть старшего сына звали Абдуллах. Малик бин Анас бин Малик бин Аби Амир аль-Асбахи аль-Хумейри аль-Мадани. Родился в 93 году по хиджри, умер в 179 году по хиджри. То есть по нашему календарю в 711 году родился, в 795 году умер. Он являлся фа-кихом, то есть ученым в области фикха, мухаддисом, хадисоведом. Второй из имамов Мадхаба, после Абу Ханифы, основатель Маликитского Мадхаба, был известен своими знаниями, глубокими знаниями, и отличался он еще от других имамов, то что у него была очень сильная память. Дальше мы поймем это. Очень хорошо запоминал хадисы, очень много знал хадисов, и очень твердо, крепко знал хадисы, не забывал их. Также отличился он своим терпением, очень был терпеливым человеком, очень был умным человеком. Также он очень был авторитетным, у него была вот эта хейба, авторитет такой был, был спокойным. Очень многие ученые, которые сказали про него хорошо, дали ему характеристику. Из них имам Шафи, рахмаллах, сказал, «Иза дзукера ль-улама фа малику н-наджм». Если вспомнить ученых, то из всех ученых имам Малик, он звезда. Звезда ученых. И имам Малик, он также является аргументом Всевышнего Аллаха на этой земле, после таби'инов, после тех людей, которые жили вместе с сахабами. Также у него есть известная книга «Аль-Муватта». Это одна из первых книг и одна из известных книг в области хадисов. Даже имам Шафи сказал, «Ма ба'ада китаби Аллахи та'аля, китабун аксару савабан мин муватта аль-Малик». То есть после книги Аллаха, после Кур'ана, более достоверная книга – это книга Муватта имама Малика. Имам Аль-Бухари в своей книге «Сахих» приводит, есть золотая цепочка. То есть когда передается хадис, такой-то слышал от такого-то, слышал от такого-то, слышал от пророка. И вот эта золотая цепочка у имама Бухари – это Малик от Нафи'а от Ибн Умара. И от пророка Мухаммада. Это является самая достоверная цепочка у имама Бухари. Имам Абу Давуд, у которого есть книга Сунан Аби Давуд, он приводит три самые достоверные цепочки хадисов. Первая – Малик от Нафи'а от Ибн Умар. Вторая – Малик ан-Зухри, ан-Салим, ан-Аби. Третья – Малик ан-Аби, ан-Зенади, ан-Иль-Арадж, ан-Аби Гурейра. То есть во всех трех цепочках присутствует Малик. Малик от этого, Малик от этого, Малик от этого. То есть самые достоверные хадисы приводятся от Малика бин Анаса. Давайте чуть формат изменим. Возьмем, на что он опирался, когда давал фетвы. Опирался, как все остальные, на Кур'ан, на Сунну. Вначале напомню эти терминологии в шариате, как они звучат. Кур'ан, Сунна, Аль-Иджма, Амала, Ахли, Аль-Мадина, Аль-Кияс, Аль-Масалих, Аль-Мурсал, Аль-Истихсан, Аль-Урф, Аль-Адад, Садду-Зарай, Аль-Истисхаб. Кур'ан, понимаем Сунна, знаем, что это такое. Иджма – это единодушное мнение ученых по обсуждаемому вопросу. Когда все ученые, авторитетные мучтахиды собираются, у них есть единогласное мнение по какому-то обсуждаемому вопросу. Аль-Истихсан, мы говорили еще, когда вспоминали Абу-Ханифу, это предпочтение в сторону удобства и легкости. Аль-Маслах, Аль-Мурсаля. Аль-Маслах, Аль-Мурсаля – это какая-то польза, то есть для защиты религии, жизни, здоровья, имущества, чести, разума. Например, приведем пример. Решение сподвижников пророка Мухаммада собрать Кур'ан в один мусхаф. То есть, опять же, это не противоречит шариату. Они приняли такое решение, в этом есть пользы. Или вот, когда последние годы, как раз, когда заканчивал университет в Аль-Риаде, очень большое такое разногласие было среди ученых во всем мире. По поводу расширения Маса, по поводу расширения вот этой мечети Аль-Харам, где делают обход между Сафа и Марва. Некоторые сказали, нельзя, так как, если расширить, там уже начинался в то время Суку Мекка, то есть базар Мекки. Там люди уже, как бы, не делали эти поклонения. Это мечеть, а там был базар. Но когда они взяли это и посмотрели, что не противоречит шариату, и посмотрели, что есть польза. Потому что была сильная давка, так как люди умирали, и был некий дискомфорт, тогда приняли решение, опираясь вот на эту пользу, что можно расширить Маса, можно расширить мечеть Аль-Харам. Но именно эта вот польза, она не должна противоречить шариату. Например, нельзя, сейчас человек придет и скажет, так, давайте не пять раз в день читать намаз, а польза от шести намазов больше. Нет. То есть именно в поклонениях здесь нельзя. Или, например, за пять, например, два с половиной процента. Сейчас придет нужно пять процентов, в этом польза больше. То есть он не имеет права туда лезть, как бы, с точки зрения пользы. Потому что это зафиксировано Всевышним Аллахом. Также Аль-Урфа Аль-Адад – это практика, принятая среди людей, не противоречивая шариату, на основе традиций какого-то народа. Например, как мы сказали в прошлый раз, есть такие, например, государства, где Махар дается женщине вот это вот ее свадебное дар, дается до никяха для того, чтобы на эти деньги она купила себе одежду, вещи какие-то. То есть здесь это не противоречит, поэтому нужно следовать, если принято в каком-то обществе, так поступать какими-то традициями, не противоречивающими Курану и Сунны. Аль-Истисхаб – это продолжение действия шариатской правовой нормы, действующей прошлым, если на ее отмененность не указывать шариатские доказательства. То есть что это такое? То есть действие, оно продолжает быть правильным, пока не придет какое-то доказательство на ее недостоверность, на ее запрет. И на этом принципе были усули фикхи. То есть в правилах фикха построены правила, такие как . То есть если у тебя есть убежденность в чем-то, то эта убежденность не аннулируется, если у тебя есть сомнения. Например, у тебя есть убежденность то, что ты взял омовение. У тебя есть убежденность в основе, то, что ты взял тагарат. И потом во время, проходит время, и тебе начинаются некие такие высяевые, некоторые нашептывания в голове, испортил я его или нет. Но у тебя есть убежденность, что ты его брал. Если у тебя всего лишь эти нашептывания, что ты портил или не портил, значит основа – то, что у тебя омовение есть. Также такое правило, как основа во всем – оно дозволено. Например, два человека сидят, разговаривают, и один подходит и говорит, что вы тут сидите и разговариваете? Он говорит, что, Гвард, а нам нельзя разговаривать? Нет, нельзя. Где доказательство, что можно? Вот уже вопрос неправильно задан. То есть он не должен искать доказательство на дозволение, на дозволенность, а он именно должен искать доказательство на запрет этого. То есть не он должен ему говорить, где доказательство, что нельзя так делать, а тот должен ему сказать, где доказательство, что так делать нельзя. Это такое, очень очень важное правило. Всегда у нас в практике такие бывают ситуации. Также садд-зария – это запрет, дозволенный в своей основе положения, который приводит к запретному. То есть запрет дозволенный, вещь какая-то дозволенная, но через нее можешь прийти к харраму. Азим 그러 labels. Аллах в Коране говорит – не приближайтесь к имуществу сирот. То есть Аллах не говорит здесь, не берите их имущество, не воруйте их, не кушайте их еду. Аллах говорит – не приближайтесь, чтобы именно ты, если будешь приближаться – потом ты сможешь его изобрать. Или Аллаха в Коране говорит – не приближайтесь к приблеводействию. Все, что приводит к земле, не приближайтесь к этому. Аллах говорит, не делайте прелюбозить, не приближайтесь, чтобы не попасть туда. И такой, например, пример, если судья, если он в гневе, то в это время ученые, опираясь на это правило, говорят, ему лучше не судить, потому что это может привести к последствия быть неправильным, он может вынести решение. Это, наоборот, дозволение запретного для предотвращения того, что ведет к еще большему вреду. Например, дозволено войти в чужой дом для тушения пожара. То есть в чужой дом запрещено зайти без разрешения, но если там идет пожар, ты заходишь, чтобы его потушить, тем самым ты предотвращаешь более сложную ситуацию, более такую страшную вещь, чем то, что ты зашел в его дом. Но именно здесь должны быть условия, чтобы отсутствие другой возможности. Также вред от разрешенного должен быть меньше вреда ради предотвращения, которое оно было разрешено. Это, вкратце, то, на что он основался. Также он основался на Амель-Ахль-Медина – это традиции, устоявшиеся после пророка Мухаммада на территории Медины, если нет основания подвергнуть ее сомнению. То есть то, что мединцы, жители Медины, они делали, это не противоречит шариату, он тоже брал как за основу, если не находил доказательства в Коране, в Сунне, в Аджима, и так далее. Его дедушка был один из четырех, которые похоронили Усмана, третьего правителя мусульман, халифу. Усмана, его дедушка был один из четырех, кто его мыл тело, тот, кто его заворачивал в саван, в кафе, и тот, кто хранил его. И также он был из тех, которые записывал мусхаф, именно вот этот Коран, в книгу во время Усмана, дедушка, Малик Абин Аниса. Он часто с ним советовался, с его дедушкой в вопросах шариата. То есть был великий ученый, его дедушка. Его прадедушка Аб Амир, он был сподвижником пророка Мухаммада, и участвовал на всех сражениях с посланником Аллаха, кроме Бадра. Маму звали Алия бин Тушарик. У него были дети Абдулла, Яхья, Мухаммад, Хаммад и одна дочь, которую звали Фатима. Родился Имам Малик в городе Медина, в Медине пророка Мухаммада. Но также есть версия, что он не в самом городе, а в деревне, в долине, в селе, которое называется . Называется деревня Дзульмарва, это неподалеку от Медины, которая расположена от Тайма и Хайбр, то есть в одном из сел города Медины. То есть он воспитывался в том доме, где его отец, его дед, его близкие, они именно занимались хадисами, собирали хадисы от пророка Мухаммада. Если Абу Ханифе, у него все были торговцами, то Имам Малик все были учеными в семье. Также Имам Малик, он сам уже с детства, у него было такое некое сильное стремление изучать хадисы от пророка Мухаммада и его брат, он также сидел среди ученых, брал у них знания. То есть он и его брат брали знания от больших ученых. Выучил Кур'ан еще в детстве. Так часто, когда читаешь про ученых, они с детства наизусть знали Кур'ан. После этого, как он выучил Кур'ан, направился изучать хадисы пророка Мухаммада . И он сказал своей маме, то есть когда вот это читал, то есть перечитывал, так как бы приятно на сердце, то есть какая была мама у Имама Малик. Так же вот смотришь, когда мамы как относятся к своим детям, как они делают наставления. Он сказал своей маме, что хочет изучать хадисы. Тогда его мама одела на него лучшую одежду, купила ему лучшую одежду, завязала на него чалму и сказал ему «Изхаб фактуб аль ан» «Сыночек, иди, сейчас начинай записывать хадисы». И она ему сказала «Изхаб илья ар-раби'а, фата'алям мин адаби'и, иди к Раби'и, и перед тем, как ты возьмешь его знания, возьми от него нравственные качества». То есть очень важно, бывают такие люди, у которых вроде бы там знания есть, но нету нравственных качеств, гылка, ахляка нету. То есть она сказала «Иди, вначале возьми его нравственность, потом уже бери от него знания». Он пошел в детстве, когда был маленьким, взял от него нравственные качества, взял от него фикх от Раби'и. И начал изучать хадисы. Также после того, как он изучал, брал урок, шел после урока под дерево, под тень, и стоял там и повторял хадисы. Его сестра заметила, увидела его и сказала отцу, сказала «Папа, я видела моего брата, стоит под деревом и что-то там говорит». Тогда отец сказал «О доченька, он учит хадисы пророка Мухаммада оставь его, не мешай». Также имам Малик сказал, что его подтолкнуло именно брать знания. То есть в нем был такой некий стержень, такое было упорство, чтобы брать знания. Он сказал, что у меня был братишка моего возраста, его звали Ибн Шихаб. Мой отец задал нам вопрос по шариату, мой брат ответил правильно на этот вопрос, а я ошибся. И сказал мне отец, что «Тебя отвлекли» то есть имам Малик, когда был в детстве, он разводил голубей. Ему отец сказал, что «Тебя отвлекли твои голуби от знаний». И тогда имам Малик говорит, я сильно разозлился, то есть меня задели эти слова от моего отца. Говорит, и я оставил голубей и пошел к шейху Ибн Гурмазу и брал от него знания семь лет. То есть постоянно, каждый день на протяжении семи лет, в другом ревейте сказано восемь лет, брал от него знания шариата. После этого, когда он пришел к нему, даже он так, ребенок еще хотел так сильно, у него жажда была в познании хадисы пророка Мухаммада в рукав, говорит, я, когда был маленьким, клал финики и шел к своему шейху. Он говорит, и я, когда шел к своему учителю Ибн Гурмазу, около его дома видел детей. Давал им эти финики и говорил, если кто-то будет спрашивать про шейха, скажите, он сейчас занят. Чтобы он только был для меня, чтобы они не беспокоили его. Такой был имам Налик. И сказал, он сам был светлый, был блондином, у него было именно светлый такой, он был оттенок кожи, белым был. И сказал один раз Ибн Гурмаз, его учитель, постучали в дверь. И тогда он сказал своей помощнице, его шейх, кто около двери, посмотри. И его помощница у Ибн Гурмаза увидела, что только один стоял Ибн Гурмаз. То есть он дал детям финики, сказали, шейх сейчас занят, и он один стоит. И тогда он сказал, только всего лишь этот блондин пришел, больше никого нету. Тогда Ибн Гурмаз сказал, позови его, это ученые среди людей. То есть уже изначально его устав сказал, что он будет великим ученым для людей. Также Имам Малик говорил, что я приходил к своему шейху Ибн Гурмазу с утра и выходил только ночью. То есть с утра до ночи он брал от него знания на протяжении семи-восьми лет и больше ни у кого пока не брал в это время знания. Потом брал уже знания у другого шейха, после этого брал у других. То есть так вот, после того, как семь лет взял знания только от одного шейха, он уже начал брать и от других шейхов тоже знания. Брал знания от Ибн Шихаба Зухари. Имам Малик сказал, когда пришли мы к Имаму Зухари, и со мной был вместе Рабиа, и он нам рассказал 40 с лишним хадисов. На следующий день мы пришли к нему, и Имам Зухари говорит . На следующий день после урока, он говорит, откройте свои тетрадки, посмотрите, о чем я вам говорил вчера. Кто-нибудь может напомнить. И тогда Рабиа сказал . Среди нас есть тот, кто тебе ответит то, о чем ты нам рассказывал вчера. Тогда он говорит . Кто это такой? Он говорит . И тогда сказал, пускай он начнет рассказывать. И Имам Малик говорит . То есть Имам Зухари рассказал нам 40 с лишним, и я наизусть на следующий день пересказал ему 40 хадисов. И тогда Имам Зухари с удивлением сказал . Я думаю, что помимо меня никто это не сможет вызубрить. То есть такая сильная память была. И такое у него стержень, такое как бы он сильно хотел взять знания от пророка Мухаммада . Поэтому очень, когда задают вопрос, мы хотим брать знания. Что нужно? Ручку с тетрадкой. И самое главное – желание. То есть если желания нету, там ходить раз-два и оставить, ничего ты не возьмешь. Или человек, например, когда начинает задавать вопросы. А вот как надо читать Куран, с чего нужно начинать, сложно это или нет. В этом время, говоришь, ты не научишься читать. Почему? Потому что ты начни, и Аллах тебя облегчит. У тебя должно быть сильное желание брать знания. Также Имам Малик, у него был такой, очень сильно он брал знания и очень сильно у него было уважение, почет к этим знаниям. Он очень сильно брал знания, когда он был спокойным. То есть когда он был гневным, если в нем был какой-то гнев, он в это время не брал, не изучал. То есть именно должно быть спокойствие, чтобы именно не спутаться, чтобы не сбиться, чтобы что-то не забыть. Также, он не жалел свое богатство, свое имущество на требование знания. Говорится, что и Умам Малик, он в свое время жил, то есть небогато. То есть его родители не были торговцами. Он жил обычной жизнью. Даже сказано, что он был бедным. Имам Малик для того, чтобы брать знания, пожертвовал, даже разобрал крышу своего дома и некоторые вот эти бревны, дерево, которое покрывало его крышу, продал и потратил эти деньги на требование знания. Потом Аллах дал ему, возместил это его по жизни. То есть чем он зарабатывал на жизнь, Имам Малик? Говорится, что он тоже в будущем занимался торговлей. Сказал его ученик Ибн Касим, то, что у Имама Малик было 400 динаров. Он этими 400 динарами занимался, посредством этих 400 динаров занимался торговлей. И на заработанном деньги он жил, кормил свою семью. Также ему давали много подарков. Правители давали ему подарки, то есть его очень сильно уважали. Сказано, что правитель Харун Рашид подарил ему 3000 динаров. Тогда некоторые сказали, как ты можешь забрать. Он говорит, это дозволено. Он сказал, что . То есть это справедливость людей морального духа. То есть в этом нет ничего такого запретного. Это зависит от того, что это без подробного. Их смеют. Их смеет.